привет друзья это опять роман задойнов из соединенных штатов америки и сегодня я хочу продолжить тему о демократии о том кто ее создает как она работает и откуда она вообще берется на прошлом уроке мы говорили что демократия не берется из магазина нельзя купить на базаре и я не приносит тебе никто на блюдечке эту демократию на нас самим создавать как она создается эта демократия вот об этом я хочу сегодня поговорить очень многие спрашивают как ее сделать как ее создать откуда ее взять демократию эти механизмы эти средства так вот они создаются все эти демократические принципы механизмы инструменты создаются правительством народ требует правительство создает сам народ само общество не может создать эти механизмы механизмы и инструменты потому что это связывает и обязывает создать определенные инструменты определенные механизмы которые в основном носят собой законодательный характер и практический что значит законодательные практические а это значит что эти механизмы эти инструменты должны быть созданы в первую очередь парламентом который создает законодательство который создает законы он должен четко установить разделение властей парламент своем законодательстве тоже парламент своем законодательстве должен установить механизмы сдержки противовесов 3 ветвей власти, то есть механизм издержек, взаимных сдержек и взаимных противовесов между судебной, между исполнительной и между законодательной властью, а также этот парламент должен создать билл прав, как говорят в Америке, или законодательство о соблюдении прав и свобод человека. Это должен быть отдельный закон, как допустим, европейская конвенция по правам человека, как международные какие-либо пакты, такие как Всемирная декларация прав человека или что-то в этом роде, то есть это может быть что-то свое национальное, но это должно быть создано и должны быть созданы механизмы для защиты этих прав и свобод. Без создания этих механизмов на законодательном уровне и без создания этих механизмов на исполнительном уровне, на судебном уровне, невозможна демократия. Значит, первое это правители создают все эти механизмы, все эти демократические инструменты власти, именно правители, именно парламент законодательно, именно правительство своими постановлениями, своим применением законодательства, а также судебная власть своими решениями, своими разбирательствами, которые они производят. Кто должен заставить эту власть создать эти механизмы? А вот здесь вопрос очень простой. Народ, люди, люди должны требовать от этих правителей, от законодательной власти, от исполнительной власти, от судебной власти создания этих механизмов демократических. Сами правители, допустим, в наших странах, бывших СНГ, они не хотят создавать эти механизмы, потому что им не выгодны эти механизмы, если эти механизмы демократические будут работать, они не смогут воровать, а если они будут воровать, они будут сразу привлечены к уголовной ответственности и будут сидеть в тюрьме, причем все, и у них не будет власти, поэтому им не выгодно создавать эти демократические механизмы, эти демократические инструменты. Народ должен заставить их, правителей, создать эти демократические инструменты. Как это вы будете делать? Это уже, как говорится, ваша задача. Каждый народ имеет свои механизмы, как заставлять правителей создавать эти механизмы. Ну, во-первых, нужно об этом говорить, нужно постоянно говорить со средств массовой информации, говорить об этом в обществе, выходить на улицы, говорить это на разных собраниях, на митингах, на протестах. Нужно разговаривать об этом в школах, детских садах, если хотите, в университетах, на работе, где вы работаете, в коллективе. Об этом нужно говорить, об этом нужно общаться, это нужно обсуждать, что мы должны заставить правительство создать демократические инструменты, создать демократические средства управления нашим государством, чтобы они не могли воровать, а если они будут воровать, либо злоупотреблять, чтобы они были вручны к уголовной ответственности. Чтобы наши права граждан не нарушались, чтобы они соблюдались. Все это нужно обсуждать, обо всем этом нужно говорить. Выборы. Когда происходят выборы, опять же, вы должны требовать у тех людей, которых вы выбираете во власть, чтобы они создавали демократические инструменты, демократические механизмы, чтобы они соблюдали права человека. Если они не обещают соблюдать права человека, либо они обещают, но потом не соблюдают, нечего их выбирать. У вас одни и те же люди постоянно находятся у власти. Вы их выбираете, переизбираете, меняете местами. Они всю жизнь вас обманывали, всю жизнь вас обворовывали. Вы опять их избираете на те же должности или в ту же власть. Как так можно? Как вообще такое возможно? Лично для меня это непостижимо. Я не могу понять эту логику этих людей, которые выбирают одних и тех же. Опять же, опять же, и опять же, хотя живут все хуже и хуже и хуже. Я об этом говорил, что вы будете жить хуже, потому что по-любому вы выбираете человека, который не соблюдает права человека, который не соблюдает демократические инструменты, у него нет никакого стимула их создавать. Наоборот, ему нужно их разрушить, чтобы у него была власть, как можно больше власти у этого правителя, и чтобы он мог как можно больше воровать, чтобы ему за это ничего не было. Вот чего они хотят. Вы должны об этом всегда говорить. Также есть очень эффективный метод, либо средство. Это протесты, это массовые протесты перед правительством, перед парламентом, перед судебной властью. Для того, чтобы достучаться до них, чтобы заставить их создать эти демократические инструменты, эти демократические механизмы управления страной, чтобы они не могли воровать, чтобы люди жили лучше, чтобы правительство было создано народом для народа, а не для правительства. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok